Тема гуманизма Организованная Институтом Международных Отношений и Мировой Истории Университета Лобачевского Объединила 16 и 17 апреля ведущих исследователей в самых разных научных областях От краеведов до политологов С целью обсуждения роли гуманизма в современных политическом, философском, филологическом и социальном контекстах Имя Короленко позволило нам объединить философов, филологов, политологов, историков, краеведов Всех тех, кто по роду своей научной и профессиональной деятельности размышляет о том, как сделать мир другим И если получится, может быть даже лучше В России вдруг начинает формироваться какая-то удивительная тональность гуманизма на фоне цифрового безумия, который царит сегодня в мире И вот это обретение человека на фоне цифрового такого вот бессердечия и безумия Оно имеет обезличивание, оно очень короленковское Потому что в свое время именно он в Нижегородской области задал какую-то очень хорошую гражданскую тональность Поиска и обретения простого человека, беззащитного, не способного самостоятельно защищаться Но тем не менее, очень красивого, яркого, интересного он искал этих людей И всячески их поддерживал, причем не только в публицистическом смысле, но и как гражданский защитник И он был действительно общественным деятелем, который вот эту гражданственность и формировал Возможность организовать краеведческую секцию в рамках этой конференции Она позволяет посмотреть на очень интересные вопросы взаимоотношений власти и общества, народа и власти Взаимоотношений различных политических, общественных организаций на рубеже 19-20 веков Вот на примере Нижегородского края И посмотреть, как можно эту ситуацию экстраполировать на современные условия Что мы можем оттуда почерпнуть, какой опыт взять, как его применить к нашим современным реалиям Чтобы не повторить, может быть, каких-то катастроф, которые происходили на рубеже 19-20 веков В течение двух дней сразу на нескольких площадках участники конференции обменивались мнениями и результатами собственных исследований О том влиянии, которые гуманистические основы оказывают или уже не оказывают на ход мировой истории В конце концов, все люди, весь мир и любой политический класс хотел бы, чтобы все было благополучно В том, чтобы вся жизнь во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах, в Новой Зеландии, в Австралии, в Австралии, в Италии Все это бы устроилось на каких-то человеческих началах И с этой точки зрения, в риторическом плане, в историосовском плане, в аксиологическом ценностном плане Тему гуманизма должна звучать У меня есть коллеги, преподаватели высшей математики, которые считают, что гуманитарная составляющая при преподавании точных наук Необходимо в наше время И то, о чем говорил Антон Николаевич Фортунатов сейчас Ну, просто как бальзам на душу, что без гуманизма, без простых человеческих взаимоотношений, качеств, а главное, без истории науки и техники При преподавании, опять же, точных наук, невозможно достичь успеха Наследие Владимира Галактионовича Короленко сегодня – это прежде всего напоминание всем нам о том Что в круговороте глобальных событий роль человека, обычного или выдающегося, остается неизменно значимой и ценной И ценность ее не должна быть подвластна никаким воздействиям извне Ведь только тогда мы сохраним право называться людьми МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА